Добрый день, вы смотрите новости. Меня зовут Егор Матаев. Вот главные темы к этому часу. Счет для сбора средств в помощь мобилизованным из нашего региона открыли в Алтайском краевом законодательном собрании. Поддержку оказывают военнослужащим и их семьям. Больше 400 тысяч домов в Алтайском крае с печным отоплением. А сколько сейчас обойдется покупка дров и как получить льготу на приобретение топлива? Расскажем в выпуске. Спеть прозу Николая Гоголя решились в Молодежном театре Алтая. Знаменитые лирические отступления автора никогда раньше не ставили на сцене. Счет для сбора средств в помощь мобилизованным из нашего региона открыли в Алтайском краевом законодательном собрании. Поручение дал председатель парламента Александр Романенко. Одно из ключевых направлений – организованная материальная помощь военнослужащим и их семьям. Депутаты ЗАГС собрания работают вместе с Алтайским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития. Также помогли Союзу промышленников, строителей, аграриев и другие предприниматели. Такой командой уже оказывали помощь медицинским работникам во время пандемии, а также жителям Луганской и Донецкой народных республик. И с учетом того, что жители уже самостоятельно организуются, направляют поддержку нашим мобилизованным солдатам, решают вопросы по поддержке их семей, мы тоже решили эту работу продолжить в рамках фонда. Мы открыли счет, на этот счет можно направлять средства, любой гражданин, юридическое лицо может это сделать. Мы, в свою очередь, централизованно при взаимодействии с военными комиссарами определяем потребности наших мобилизованных, отправляем в Омск и, соответственно, отрабатываем эту тему более оперативно. Сейчас военнослужащим в первую очередь необходимы теплые вещи – термобелье, сапоги, шапки и перчатки, а также технологические товары – кнопочные сотовые телефоны, рации и батарейки. Часть собранных средств направят на поддержку семей мобилизованных. Им нужна детская зимняя одежда, дрова и уголь для отопления домов. Эту работу фонд ведет совместно с Министерством соцзащиты. Туда следует обращаться с семьям в сложной жизненной ситуации. Главным преимуществом централизованного сбора средств Денис Голобородько назвал оперативную и точечную помощь. Кстати, сами депутаты парламента тоже вносят средства на счет. Его реквизиты можно найти на сайте Краевого ЗАГС Собрания. И продолжаем выпуск. Жители Алтайского края могут задать вопросы о профилактике ОРВИ и гриппа. В ближайшую неделю Управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии проводят тематическое консультирование. Специалисты ответят на вопросы жителей региона о том, где можно пройти вакцинацию против гриппа, как правильно подготовиться к процедуре и можно ли совмещать прививку против гриппа с другими. Также они дадут полезные советы и рекомендации о неспецифических мерах профилактики ОРВИ. Звонки принимают с понедельника по четверг с 9 до 17 часов. В пятницу день сокращенный. Телефон горячей линии 24-99-66. В селе Боровиха Первомайского района строят трехэтажную школу на 550 учащихся. На работу направили больше 700 миллионов рублей из краевого бюджета. В здании установят пассажирский лифт и оборудуют кабинет масляной живописи. К строительству приступили в конце июля этого года. Подготовили площадку и вырыли котлован. Сейчас там занимаются фундаментом, а уже скоро приступят к установке плит перекрытия подвальной части здания. Пока все идет как запланировано, качество соответствует, подрядчик работает в городске. Жители села ждали новую школу несколько десятилетий. В 90-е годы на месте нынешней стройки уже заложили фундамент под учебное заведение. Но на этом все и закончилось. В 2017 году была еще одна попытка и тоже неудачная. Отвержденный застройщик так и не приступил к работам, ссылаясь на долгое согласование проекта. По проекту здания сложной конструкции из двух связанных блоков. В первом будет вестибюль, пост охраны, мастерская, гардеробы и учебные классы. Во втором столовая, два спортзала, раздевалки с душевыми, актовый зал и библиотека. В новую школу дети пойдут уже в следующем учебном году. А в краевой столице продолжают работы по благоустройству парка Изумрудный. Процесс выполнен более чем наполовину. Специалисты достраивают беседку, расположенную на острове. Предполагается, что зимой вокруг нее будут кататься любители коньков. Также в Изумрудном установят еще один объект – павильон «Визит Центра». В ближайшее время определят подрядчика, который этим займется. С появлением этой постройки будет завершен архитектурный ансамбль парковой площади у пруда. По проекту в него входят набережная с освещением, мосты, остров с беседкой и большой павильон. Жители края готовятся к зиме и закупают дрова. В Алтайском крае больше 400 тысяч домов с печным отоплением. Березовые, сосновые или осиновые. Поскольку сейчас обойдется покупка дров, как получить льготу на приобретение топлива? Обо всем этом расскажет моя коллега Дарья Коншина. Каждый житель Сибири знает – зима будет теплой, если вовремя запастись дровами. Холодам в Алтайском крае готовятся заранее. Большая часть жителей сел покупает их с мая по сентябрь. Цена разная – от 2 до 4 тысяч рублей за кубометр. Например, жителям Усть-Пристынского района 7 кубометров колотых обойдутся в 14 700 рублей, не считая доставку. За такую цену продают дрова на единственном специализированном предприятии района. Местные жители предпочитают березу. Говорят, горит лучше и теплоемкость – большим. Дрова покупают для мам. Мама же живет в частном доме на земле. И уже в течение, наверное, 7 лет я приобретаю дрова. Мне очень удобно купить. Позвонишь, заказываешь, отвечают всегда доброжелательно. Спрашивают, какие дрова, сколько привезти, куда привезти, в какое время привезти. Последние 10 лет жители деревень предпочитают колотые дрова. Это удобней. У многих нет возможности самостоятельно распилить дерево на чурки и расколоть. На предприятии в Усть-Чережской пристани 6 дровоколов российского производства. Столько хватает, чтобы круглый год обеспечивать топливом несколько муниципалитетов края. Сегодня полностью мы обеспечиваем колотыми дровами Усть-Пристанский район, Усть-Калманский район в большей степени, Олейский район часть, Топчихинский район часть и Петропавловский район тоже часть. Годовой объем не менее 15 тысяч кубометров дров колотых. Кстати, жители нашего региона могут купить дрова по льготной цене на территории всего края. Для этого нужно собрать пакет документов, заполнить заявление и предоставить справку о собственности на дом. После районная администрация поставит вас на очередь. Готовые дрова ждут покупателей прямо на предприятии. Вывезти их можно самостоятельно или оформить доставку. Ну а по прогнозам синоптиков предстоящая зима будет ранней и холодной. Поэтому обязательно запасайтесь дровами и тогда точно не замерзнете. Дарья Коншина, Илья Алексеев. Новости. Добавлюсь, Пристанский район один из немногих в крае, где налажено взаимодействие местной власти и представителей бизнеса. Доказательство этому – паромная переправа. Администрация муниципалитета сдает судно в аренду предприятию по заготовке дров. Бизнесмен использует паромы для своих производственных нужд и закрывает многие социальные вопросы Усть-Пристанского района. Хорошие руки отдались. На протяжении уже более 10 лет паром находится в отличном состоянии и пользуется население не только нашего района. Потому что паромная переправа – это единственная, по сути дела, переправа, которая налажена и которой пользуются люди не только. Сельское хозяйство сегодня – это бесперебойный ремонт техники. Студенты медиапроекта «Поколение Агро» побывали на предприятии, которое обеспечивает алтайских аграриев сельхозоборудованием и техникой ведущего мирового производителя. За сезон каждый комбайн проезжает 48 тысяч километров. Это больше длины экватора. В Барнольской компании представителя техники «Ростельмаш» 17 сервисных автомобилей. И этого достаточно для обслуживания и ремонта сельхозтехники, когда на счету каждый час. На предприятии есть система GPS. Благодаря этому можно отследить местоположение каждого автомобиля сервисной службы и узнать, в каком хозяйстве он работает. Сегодня в моде IT – цифровые технологии. Но тут понимаешь, что основная сфера применения IT – это сельское хозяйство. Спеть прозу Николая Гоголя решились в Молодежном театре Алтая. Знаменитые лирические отступления автора никогда раньше не ставили на сцене. Для их вооплощения в песни пригласили московского театрального композитора Ларису Казакову. Она положила текст поэмы «Мертвые души» на музыку без перевода в стихотворную форму. Мы не делаем стихов. Мы поем прозу Гоголя, которая невероятно красива. Она необычная, но она абсолютно совершенна. Весь спектакль у нас идет абсолютно по тексту Гоголя. Мы не меняем ни одного слова. Это наш принцип. При таком консервативном подходе к тексту в остальном спектакль насыщен новаторскими решениями. Например, губернатор после первой встречи с Чичиковым собирает совещание в онлайн-конференции. При этом все задействованные актеры в реальном времени выходят в интернет на глазах у зрителя. Также в спектакль добавлены видео-вставки, которые не записаны заранее, а отыгрываются вживую в оборудованной за сценой студии. В «Мертвых душах» очень много действующих лиц. Так что в постановке задействована почти вся труппа театра. Многим актерам приходится играть несколько ролей. На первый выход на мужика сразу изначально настраиваешься. Но губернанку там просто нужно одеть на себя, как говорится, образ. Ты его сам себе придумал, одеваешь его на себя и в нем выходишь. А на Плюшкина все-таки роль такая основательная, что тут нужно какой-то зазор, какое-то время, пока ты одеваешь костюм, наклеиваешь грим, одеваешь на себя микрофон, все-таки уже эмоционально как-то себя уже все-таки готовишь к этому. Премьерные показы спектакля «Мертвые души» пройдут уже на этой неделе. Постановка рассчитана на зрителей старше 12 лет. Школьники должны легко воспринять оригинальный текст 19 века, потому что все сложные устаревшие слова сопровождаются сносками с определениями на экране. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...